Для меня несколько терминов остались закрытыми. Я не знаю, что такое ВПЧ, я не знаю, что такое ФГАОУ. Вирус папиллома человека. Ты мне пошутить не даете. Спасибо. Нет, я сразу же отвечаю вам на шутку. Ну зачем? У нас же есть интрига зато теперь. Итак, коллеги, ВПЧ – это вирус папиллома человека. Первая аббревиатура – это Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА. И третья – это Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет. В своем докладе я не буду касаться ни философско-психологических аспектов, ни даже методологии. Я буду касаться той проблемы, которую мы, как ни странно, пытаемся решить последние 10 лет. И тем не менее нам это никак не удается. Это касается той самой пресловутой профилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Если говорить о том, какие именно заболевания ассоциированы с вирусом папиллома человека, то в первую очередь мне хотелось бы сказать, что мы сегодня услышали несколько замечательных докладов, которые касались применения инновационных препаратов, которые несколько улучшают прогноз пациентов, но тем не менее мы с вами услышали, какую колоссальную нагрузку на бюджет мы вынуждены будем осуществить. Так вот, есть одна область, где мы можем существенно снизить бремя заболеваний. Это достаточно редкий случай в онкологии. Это именно те онкологические заболевания, которые ассоциированы с папилломой вирусной инфекцией. И в первую очередь, конечно, мы говорим о раке шейки матки. Но кроме того, это и рак влагалища, и рак анального канала, и рак полового члена, если говорить о мужчинах. При этом на территории Российской Федерации зарегистрирована 4-х валентная вакцина против папилломой вирусной инфекции. И нужно сказать, что именно 16-м и 18-м типом вируса папиллома человека именно и обусловлено подавляющее количество случаев заболевания. Если говорить о заболеваемости раком шейки матки в Российской Федерации, то, к сожалению, мы должны с вами сказать, что, конечно, у нас заболеваемость существенно выше не только по сравнению с Северной Америкой и Западной Европой, но и по сравнению с Австралией и целым рядом других стран. Та же самая картина характерна и для смертности от рака шейки матки. При этом, сегодня мы уже говорили о таком показателе, как далее, нужно сказать, что рак шейки матки – это, в общем, заболевание, которое в большей степени характерно для стран с развивающейся экономикой, потому что именно в этих странах, как правило, отсутствуют программы скрининга, отсутствует вакцинация и, кроме того, отмечается достаточно высокий уровень инфицированности. Если говорить о динамике заболеваемости раком шейки матки, то во всем мире отмечается в последние годы четкая тенденция к снижению заболеваемости. В отличие, к сожалению, от Российской Федерации мы с вами видим, что заболеваемость раком шейки матки в нашей стране неуклонно растет, и если сравнить между собой разные республики бывшего Советского Союза, то по этому показателю нас опережают только Казахстан и Киргизия. Во всех остальных бывших республиках заболеваемость раком шейки матки ниже. Ну и какое же вмешательство мы можем использовать для того, чтобы снизить заболеваемость? На сегодняшний день уже более чем в 90 странах мира включена вакцинация девочек против попеломовирусной инфекции. В национальной календаре профилактических прививок в 26 странах существует вакцинация не только девочек, но и мальчиков. И, конечно, на сегодняшний день крайне прискорбно, что в Российской Федерации это вмешательство пока не включено. Если говорить о проблемах, которые существуют в плане этой вакцинации, то в мире чаще всего обсуждается необходимость увеличения охвата вакцинации. И вот мы видим с вами охват вакцинации подростков в возрасте от 13 до 17 лет в Соединенных Штатах. Что мы видим? Мы видим, что охват вакцинации составляет уже около 50-60%. При этом, обратите внимание, это касается не только девочек, но и мальчиков. И к чему это приводит? Вот, опять-таки, последние данные по Соединенным Штатам. Это апрель 2019 года. Что мы видим? Мы видим драматичнейшее снижение числа случаев цервикальной дисплазии в группе девушек 20-24 лет и в младших возрастных группах. То есть мы понимаем, что да, эта вакцинация реально приносит свои плоды. Мы видим уже во многих развитых странах существенное снижение заболеваемости, а в дальнейшем мы увидим вследствие этого и снижение заболеваемости онкологическими заболеваниями, ассоциированными с вирусом папиллома человека. Ну, мы уже сказали, что на сегодняшний день вакцинация не включена в национальный календарь в Российской Федерации, и поэтому мне хотелось бы продемонстрировать еще один слайд. Это вакцинация против папиллома вирусной инфекции в странах Африки. Мы видим с вами колоссальный охват от 70 до 98 процентов. Причем, если мы с вами посмотрим на Южную Африку, то там за 4 года охват вакцинации увеличился с 72 до 87 процентов. То есть мы понимаем, что да, это вмешательство, оно действительно не только существует во всем мире, но и охват этой вакцинации тоже постоянно увеличивается. Если говорить о времени ВПЧ-ассоциированных заболеваний, то эту оценку мы проводили с помощью экспертов из городского онкологического диспансера Санкт-Петербургского и НИИ онкологии имени Петрова. Вот мы видим, что цифры эти достаточно велики, это касается только прямых медицинских затрат. Наиболее значимое, конечно, для нас бремя заболевания раком шейки матки. По оценкам наших экспертов, средняя стоимость терапии составляет около 234 тысяч рублей. И объясняется вот эта высокая стоимость, в том числе и тем, что около трети случаев заболевания в нашей стране диагностируются на третьей-четвертой стадиях, когда и улучшить прогноз пациенток достаточно сложно, и затраты у нас тоже уже достаточно велики. Что нас может остановить на пути внедрения этой вакцинации? Ну, наверное, предположили мы экономическая эффективность. Мы говорили уже о том, что далеко не все вмешательства мы можем использовать в силу достаточно существенного недофинансирования сферы здравоохранения. С этой целью нами была построена марковская модель. была рассчитана эффективность 4-х валентной вакцины в российской популяции. И, кроме того, при проведении исследования мы поняли, что у нас уже есть и российские данные в определенной степени, которые показывают, насколько эффективна может быть вакцинация в нашей российской популяции. Это исследование было проведено в Московской области. И там в ряде районов вакцинировались девочки против попиломо-вирусной инфекции. В других районах вакцинация не проводилась. Что мы с вами видим? Там, где охват составлял 80%, там и заболеваемость аногенитальными кандиломами снизилась более чем в два раза. Там, где вакцинации не было, там заболеваемость увеличилась. То есть мы можем говорить о том, что опять-таки вакцинация эффективна и в российской популяции. И анализ модели показал, что вакцинация 100 тысяч девочек позволит предотвратить около 900 случаев заболевания раком шейки матки и достаточно большое количество случаев других онкологических заболеваний, которые связаны с вирусом попиломо-человеком. Сегодня мы уже говорили неоднократно о майских указах, о том, что мы в качестве национальной идеи на сегодняшний день уже провозгласили увеличение средней продолжительности жизни в нашей стране. И, в общем, это абсолютно правильное, конечно, решение. Так вот, анализ показывает, что если мы будем вакцинировать девочек против попиломо-вирусной инфекции, то средняя продолжительность жизни увеличится примерно на полтора месяца. То есть мы понимаем, что да, в этом случае мы можем внести вот этот существенный вклад в дело увеличения продолжительности жизни в нашей стране, только произойдет это, конечно, не до 2030 года, а произойдет это несколько позже, и чем позже мы начнем вакцинацию против попиломо-вирусной инфекции, тем дольше нам придется ждать эффекта от этой вакцинации. По затратам. Что мы с вами видим? Мы видим, что по результатам моделирования мы сможем снизить бремя ВПЧ-ассоциированных заболеваний в три раза. При этом, если говорить о структуре предотвращенных затрат, то только 15% предотвращенных затрат будут приходиться на прямые медицинские затраты, остальное – это непрямые затраты, и понятно, почему. Рак шейки матки – это заболевание молодых женщин. Пик заболеваемости приходится на 35-45 лет. Это женщина трудоспособного возраста, и мы с вами понимаем, что бремя заболевания будет обусловлено не только затратами на лечение заболевания, но и недополученным доходом вследствие либо временной недружеспособности, либо преждевременной смерти, либо инвалидизации пациенток. И нужно сказать, что вот такое соотношение прямых-непрямых затрат было получено и в ряде зарубежных исследований. Ну и, наконец, что же мы увидим в результате? А в результате мы увидим, что около 40% средств, которые мы потратим на вакцинацию, вернутся в бюджет. И мы с вами понимаем, что это действительно экономически очень значимая цифра. Если говорить о структуре предотвращенных прямых медицинских затрат, то около 60% приходится на снижение заболеваемости раком шейки матки, около 10% на снижение заболеваемости анагенитальными кандиломами, ну и около 30% на снижение заболеваемости цервикальной дисплазии. По непрямым затратам, безусловно, превалируют предотвращенные затраты, обусловленные снижением заболеваемости раком шейки матки в силу того, что у нас достаточно высокая летальность при этом заболевании. Ну и если говорить об общей структуре предотвращенных затрат, то опять-таки 86% приходится на снижение заболеваемости именно раком шейки матки. В чем основная проблема, с которой мы сталкиваемся? Да, мы видим, что очень большая доля вложенных средств, инвестированных в эту технологию средств, она вернется в бюджет. Но вернется она, к сожалению, через достаточно отдаленный промежуток времени. И мы с вами видим, что максимальное увеличение предотвращенных затрат, она произойдет в период между 20 и 30 годами после вакцинации. То есть мы должны объяснить нашим организаторам здравоохранения, что они должны ждать в течение достаточно большого промежутка времени возвращения этих средств в бюджет. И далеко не всегда, к сожалению, наши организаторы здравоохранения на это готовы. Но так или иначе, основная наша цель – это подсчитать экономическую эффективность вакцинации. И что мы с вами видим? Мы видим с вами, что один дополнительный год качественной жизни потребует от нас затраты всего лишь 250 тысяч рублей. Алексей Сергеевич в одном из своих исследований уже показал, что для инновационных онкологических препаратов, которые подаются в Минздрав для включения в перечни, медиана затрат на один дополнительный год качественной жизни составляет около 2 миллионов 300 тысяч рублей. То есть мы с вами понимаем, что да, действительно, в нашем случае многократно экономически более выгодна профилактика по сравнению с терапией и затраты на вакцинацию девочек-подростков против папилломовирусной инфекции безусловно являются экономически крайне высокоэффективными. Ну и проведенный анализ чувствительности показал достаточно крайне высокую надежность полученных результатов. При всех проанализированных вариантах анализа мы видим, что коэффициент затраты и эффективность не превышает 400 тысяч рублей на один дополнительный год качественной жизни. Поэтому, безусловно, мы понимаем, что на сегодняшний день, конечно, необходимо увеличивать доступность инновационных методов лечения онкологических заболеваний, в том числе это касается, безусловно, и дорогостоящих препаратов, которые приносят пользу, если не всем пациентам с той или иной нозологией, то какой-то особой группе этих пациентов. Но в то же время мы понимаем, что, безусловно, одно из совершенно очевидных вмешательств, которое должно быть внедрено в Российской Федерации, это вакцинация против папиллома вирусной инфекции. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...